МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события. В студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Кризису вопреки. Губернатор Николай Меркушкин заложил камень в строительство нового цеха по производству сельхозмашин. Долой старые батарейки. Ученые Самарского университета изобрели аккумуляторы будущего. О водных процедурах придется забыть. Теплая зима не позволит горожанам на крещение окунуться в проруби. Самарской области удалось сохранить инвестиционную привлекательность и не допустить падения уровня промышленности. За последние три года в губернии было создано почти 4 десятка новых промышленных предприятий. Сегодня губернатор Николай Меркушкин заложил капсулу в основание нового корпуса завода по производству сельхозтехники. Он строится с участием иностранного капитала. Первый камень – фундамент нового производства. Губернатор Николай Меркушкин дал старт строительству нового корпуса заводу по производству сельскохозяйственной техники. Оно должно стать крупнейшим в стране. От сейлок до уборочных комбайнов. Все по самым высоким технологиям и современным стандартам. В новом корпусе разместят покрасочную линию. Это позволит значительно повысить качество и объем выпускаемой продукции. Будет и новое оборудование для плазменной резки. Оно обеспечит более высокую точность обработки металлов. Даже в непростых экономических условиях производство сельхозтехники растет благодаря инвестициям. В 2014 году мы участвовали в программе поддержки промышленности, в которой мы получали субсидию по нашим инвестициям. В этом году мы участвовали в программе Минтруда. Как раз область нас туда включила, что позволило нам избежать сокращения людей. И очень много поддержки на федеральном уровне. С открытием нового цеха производительность предприятия вырастет еще на четверть. А количество рабочих мест увеличится почти на сотню. Самарский регион набирает и инвестиционную привлекательность. Около 200 миллионов рублей в завод инвестируют зарубежные партнеры. Во второй половине текущего года мы будем иметь производство, позволяющее, скажем, заводу сделать очень серьезный шаг вперед. Там и объемы дополнительные, и качество. Вкладывается инвестор западный, немцы. Это тоже очень важно, исключительно важно. Это и некий, может быть, пример для других, что надо сотрудничать. Заказы на самарские машины и комбайны уже поступили и из Европы. По сравнению с импортными аналогами, наша техника выигрывает по цене и качеству. В целом, итоговая рентабельность агропромышленного комплекса Самарского региона за прошлый год составила более 45%. Что говорит о больших перспективах в аграрном секторе. Павел Баймаков, Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Вопросы безопасности, подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года стали главной темой совещания под руководством первых лиц ФСБ. Самара стала первым городом, где на таком уровне обсудили обеспечение безопасности мирового первенства, которое пройдет в России. Коснулись и темы эффективности строительства и реконструкции спортивных и инфраструктурных объектов к Мундиалю. Губернатор Николай Меркушкин рассказал, как идет строительство стадиона и какие объекты появятся рядом. Самарская арена на 45 тысяч мест будет одной из самых красивых в мире. При ее создании используют только самые современные технологии и материалы. Город примет игру группового этапа с участием сборной России, а также 1-8 и 1-4 финала. Глава региона отметил, что работа по подготовке к играм мирового первенства – один из приоритетов социально-экономического развития Самарской области. Важнейшая задача – обеспечить безопасность на этапе строительства и создать комфортные условия для гостей и участников чемпионата. Сейчас в области готовится региональная концепция по созданию безопасного города. В том числе ряд вопросов будет решаться на федеральном уровне по линии Министерства внутренних дел, централизованно. Что касается самого стадиона, как основного объекта стадион строится. Оргкомитет федеральный нас приводит пример. Мы отмечены были как наиболее успешно реализующие ход строительства стадиона. Дешево и инновационно. Замену привычным батарейкам, которые делают на основе дорогого лития, нашли в Самарском университете. Ученые первые в России спрогнозировали материалы, которые позволят отказаться от дефицитного металла. Цена таких аккумуляторов будет на порядок ниже своих нынешних аналогов. Из научно-исследовательского центра. Репортаж Валерия Макаровой. Современный мир невозможно представить без батарейки и аккумулятора. Они есть в каждом гаджете. И сделаны на основе лития. Металла редкого, а значит дорогого. Ученые Самарского университета нашли новые материалы, более дешевые для аккумуляторов будущего. Проблема в том, что запасы лития на Земле невелики. К тому же, если разрядить такой аккумулятор до определенного уровня, он становится взрывоопасен. Как ни крути, технологии, независимые от розетки, зависят от лития. Наиболее реальной заменой лития является натрий. И поэтому сейчас во всем мире проходит активный поиск соединений, которые могут быть использованы в качестве компонентов для аккумуляторов твердотельных на основе натрия. Выбрать из десятка тысяч веществ именно те, которые могут заменить литий, непросто. На это вместе со всеми расчетами структуры и свойств материалов могли бы уйти годы. Ученым Самарского университета помогла уникальная программа ТОПОС-ПРО. Кстати, родом из этой же лаборатории. Она хранит сведения о более чем миллионе веществ, из которых состоит наша планета. Все расчеты отправляют на суперкомпьютер. Так шумит система вентиляции. Эта гигантская электронная машина выполняет полтора триллиона операций в секунду. Если бы его работу ученые делали в экспериментальной лаборатории, ушло бы не меньше месяца. Суперкомпьютеру нужно несколько суток. Поскольку мы теоретическая лаборатория, является основной рабочей станцией для нас. И помогает главным образом тем, что все расчеты, результаты которых вам сегодня демонстрировали, были получены с ее использованием непосредственно теми программами, которые на ней установлены. С помощью такого компьютера ученые могут предсказать свойства вещества, которые еще не получили в лаборатории. В России этим не занимается никто. Самарцы здесь первопроходцы. В России есть лаборатории, которые экспериментально получают твердые электролиты. И изучают их экспериментально. Современное создание новых материалов начинается с прогноза. Когда вы фактически моделируете это вещество в компьютере. Свои теоретические наработки исследователи передадут партнерам в российские университеты, а также в Германию. Первые пилотные образцы появятся не раньше, чем через пять лет. Если испытания пройдут удачно, массовое производство новых аккумуляторов начнется в 2025 году. А теперь новости из мира экономики и финансов. Странные затишки на рынке валют. По данным Центробанка, доллар и евро едва-едва прибавляют. На фоне стремительно дешевеющей нефти, американская валюта выросла всего на 4 копейки, евро на 15 копеек. На 16 января Центробанк установил курс доллара США на отметке 76 рублей 56 копеек. Курс евро – 83 рубля 29 копеек. На торгах в эти минуты совсем иная ситуация. Доллар и евро подорожали более чем на полтора и два рубля соответственно. Золото стоит 2661 рубль за грамм. Серебро стоит 34 рубля 51 копейку за грамм. Цена нефти марки «Бренд» упала ниже 30 долларов и сейчас баррель стоит 29 долларов 48 центов. В отсутствие конкуренции со стороны Турции и Египта российские курорты готовятся поднять цены. В среднем отпуск на родине подорожает минимум на 15 процентов. Православный праздник Крещения в этом году отпразднуют без купания. Из-за аномально теплой зимы в этом году лед на Волге слишком тонкий. По данным МЧС, его толщина не превышает 10 сантиметров, поэтому выходить на лед опасно. Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура воздуха с 18 на 19 января не опустится ниже 5 градусов. Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций в местах, где обычно для купания собирается много людей, на Крещение берег Волги будут патрулировать специальные отряды. На набережной уже установлены предупредительные таблички. Внешне неоднородный лед, он хоть и толстый вроде бы на первый взгляд, он там 13-15 сантиметров, но он совершенно непредсказуемый. Он прогибается, выходит вода на лед, поэтому при таком состоянии льда организовывать массовые выходы людей во время Крещения на лед категорически запрещено. Это просто опасно для жизни. Быть более осторожными самарцев призывают и священнослужители. Совершить обряд омовения холодной водой можно и в домашних условиях. Главное совершать его с молитвой. Любителей зимней рыбалки тонкий лед не пугает. Несмотря на ежегодную статистику несчастных случаев, шанс поймать крупную добычу, рыбаки упускать не собираются. Что каждую зиму, несмотря на опасности, манит рыбаков на водоемы, узнала Алина Чемерес. А здесь моргучка, обыкновенная такая, бусинка с крючком. Обычно на нее рыбачат, вот так подыгрывают. Сегодняшний улов – сорожка, ерша и окунь. Из-за резких перепадов температуры клюет плохо, рассказывает рыбак с 40-летним стажем Иван Елизаркин. Сидеть у проруби приходится по несколько часов. Не замерзнуть зимой помогает спецодежда, в которой тепло даже при минус 40. Есть такая поговорка – время, проведенное на рыбалке, на охоте, в зачет жизни не идет. Значит, получается, что мы дольше живем. Злейшие враги – любители удочек, восточный ветер и высокое атмосферное давление. В таких условиях шансов заманить рыбку в своей сети практически нет. Чтобы прийти домой с добычей, нужно хорошо разбираться в снастях и внимательно следить за погодой. Но для многих улов вовсе не важен. Мне рыба как таковой не надо. Вот так, просто ради удовольствия и все. Это лучше, чем, опять же, присидеть дома. Здесь свежий воздух, во-первых, общение какое-то. И, ну, не знаю, свой какой-то кайф есть. Закупают снасти, там, прикором, там, и прочее, прочее. То есть сама подготовка, она как будто для рыбака – это больше, чем рыбалка даже. То есть сейчас все настолько вооруженные, то есть снасти всякие. 16-летняя Виктория докажет обратное любому, кто скажет, что рыбалка – дело не женское. Самый крупный ее улов – почти 2 килограмма. Затягивает, просто вот когда берешь удочку, и ты чувствуешь каждое движение своего, своей мормышки, как рыба сажается, как она это клюет, это чувствовать интересно очень. Сейчас у меня в руках эхолот. Он помогает узнать, есть ли в этой лунке рыба. Вот сейчас я вижу, что вся крупная плывет по дну, а мелкая – на поверхности. Ну что ж, попробуем попытать удачу. Чтобы удача была на стороне рыбака, нельзя забывать про осторожность. Чаще всего любители посидеть с удочкой получают обморожение и проваливаются под лед. За последние два года во время зимней рыбалки в регионе пострадали более 10 человек, семеро погибли. Чтобы любимое увлечение не обернулось трагедией, рыбакам советуют всегда иметь при себе длинную веревку. Она в случае чего поможет спасти товарища и помнить о том, что безопасная толщина льда не менее 15 сантиметров. На малых водоемах, на озерах лед, конечно, будет толще, чем на реке, на Волге, например, где течение большое и лед постоянно подмывает снизу. Передвигаться по льду предельной осторожностью, обходить все подозрительные места. Если идти грубно, то соблюдать дистанцию 5-6 метров. Ну и не собираться большими группами в одном месте. Опытные рыбаки правила знают и на лед выходят, только будучи уверенными в своей безопасности. Пойманную рыбу готовить предпочитают сами. Говорят, по вкусу она в сотни раз превосходит ту, что в магазине. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Горячее питание, одежда и крыша над головой. То, без чего нельзя обойтись в зимние холода. То, чего не хватает бездомным людям. Особым спросом у них пользуется социальная гостиница. Ежегодно там находят приют более 300 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию. О людях без определенного места жительства расскажет наш корреспондент. Одновременно в гостинице могут находиться 20 постояльцев. Как мужчины, так и женщины. Для них созданы все условия. Есть туалет, душ, теплая постель и самое главное – крыша над головой. Павел Войтович здесь впервые. Молодой человек приехал из Белоруссии на заработки. С работой, говорит, не сложилось. Обманули несколько раз. В итоге ни жилья, ни денег. Как и все, в гостиницу пришел от безысходности. Здесь тоже, как и он сказал, здесь условия хорошие, кормят, поспят, ездят ночевать. Ну, так-то все. Тоже спасибо этим людям, которые пошли на уступки, взяли меня, к которым хоть куда-то можно прийти. Жду весны, чтобы доехать домой, на родину, побыстрее вернуться. В социальном приюте каждый постоялец может провести не более 30 дней за год. Желающих много. Порядка 300 человек ежегодно. Городской департамент соцподдержки пытается помочь каждому. Сейчас в гостинице 10 мужчин и одна женщина. Условия позволяют. Наталья пришла только что, собрав все необходимые документы. Для того, чтобы им попасть в наше заведение, необходимо два документа. То есть в обязательном порядке это свежая флюорография и справочка из органов об отсутствии разыскных мероприятий в их отношении. 50% поступающих к нам в категории граждан приходят как раз-то без паспорта. И мы как бы в рамках своей деятельности нашего учреждения оказываем им содействие в восстановлении данного документа. Подобных гостиниц, где люди со статусом «бомж» могут найти временный приют, в Самаре две. Одна из них в поселке Шмидта, другая здесь, в управленческом, на улице Крайняя. Постояльцы могут находиться здесь с пяти вечера до восьми утра. Такой режим их вполне устраивает. Устраивает все вполне, по-домашнему, чисто все. Постираться можно, побриться, поспать, телевизор посмотреть. Ну как дома почти. Обогреют, еще и накормят. Один раз в сутки – горячее питание. Ежегодно на содержание социального приюта из городского бюджета выделяют около 9 миллионов рублей. В гостинице можно находиться не больше месяца. Хотя условия и по высшему разряду – мечта у всех одна. Найти родственников и обрести родной дом. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Ювелирная работа. Индивидуальный подход к уборке каждой территории используют городские службы благоустройства и ЖКХ. Дороги от снега расчищают автопоездом, а тропинки парков и скверов – малогабаритной техникой. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. Сначала снег топят реагентом, потом щетками полируют плитку чуть ли не до блеска. На аллее трудовой славы полным ходом идет расчистка снега. На уборку брошены погрузчики, тракторы и целая бригада дворников с лопатами. Эта аллея – главная достопримечательность района. Местные жители радуются. Гулять теперь можно, не утопая в снегу. Я смотрю, что убирают на аллее. Приятно, конечно. Потому что везде мы с детьми обычно с анками, с тележками. Сейчас удобно пройти, конечно. Убирают, убирают, лезь четко все. Тропинки к школам и детским садам убирают от снега еще более мобильной техникой. В прошлом году городские власти закупили для этого 180 снега отбрасывателей. С такой техникой справится даже девушка, если очень этого захотеть. Правда, кадеты, как настоящие мужчины, не доверяют это дело женщинам. И все берут в свои руки. Раньше кадеты выходили на уборку школьного двора и спортплощадки всем составом, вооружившись лопатами. Сейчас и двух дежурных хватает, чтобы привести территорию школы в идеальный порядок. Веселит между уроками или развлекает. Городские службы ЖКХ и благоустройства встретили январские снегопады во всеоружии. На улицы города ежедневно выходят до 300 единиц спецтехники. Среди машин есть современные погрузчики, с помощью которых уборка идет гораздо эффективнее. Самарские скверы, парки и набережные под особым вниманием. Индивидуальный подход, конечно, применяется, потому что есть, конечно, различия между уличной дорожной сети, где одно покрытие, да, и покрытие в скверах и бульварах. Здесь мы большую технику загнать не можем, потому что разрушение может быть. Ну и, соответственно, малогабаритная техника используется. Всего с начала года городские службы вывезли более 180 тысяч тонн снега на пять полигонов. А настоящая зима еще только начинается. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. А теперь коротко о других темах дня. С 15 января за неуплату алиментов и штрафов будут отбирать водительские права. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. По решению суда приставы смогут приостановить должнику право управления транспортными средствами до погашения долга. Это не коснется инвалидов и тех, для кого авто – основной источник доходов. А также если долг не превышает 10 тысяч рублей. Автоваз планирует запустить производство бюджетной версии Lada X-Ray. Автомобиль будет самой минимальной ценой в своем классе, но при этом хорошо оснащенный. Он будет иметь две подушки безопасности, систему GLONASS, все системы управляемости и устойчивости, а также магнитолу и четыре динамика. Опубликован список домов Самары, в которых в 2016 году проведут капитальный ремонт. В нем значится 646 домов. Планом капитального ремонта предусматривается утепление или ремонт фасада, ремонт крыши, инженерных систем, фундамента или подвальных помещений и другое. Список адресов, стоимость ремонта и виды работ доступны в интернете. Профессор Самарского университета Сергей Осташкин стал победителем первого всероссийского конкурса профессоров математики. В научном мире ученый с 30-летним преподавательским стажем известен своими исследованиями по теории функциональных пространств и операторов. В выходные в Самаре ожидается похолодание. По данным синоптиков, в субботу днем столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, а ближе к ночи – до минус 12. Примерно минус 5 днем будет и в воскресенье. Но к вечеру ожидается потепление. Всего минус 1-2 градуса будет в Самаре в понедельник. В четвертый раз строгая жюри выбрала лучших претендентов среди журналистов на премию губернатора и высшую профессиональную награду «Золотое перо губернии». В этом году на конкурс пришло почти 400 заявок. Организаторы отмечают, стало больше участников из малых городов. Заинтересовались конкурсом и СМИ крупных предприятий. Увеличилось число награжденных. Премии сегодня получили 109 человек. После приветственного слова губернатор Николай Меркушкин перешел к приятной части церемонии – награждению лауреатов. Ведущая программы «События» телеканала «Самара ГИС» Виктория Шаре получила диплом как ведущей информационной программы. Первый приз в номинации «Реформа ЖКХ» получила автор и ведущая программы при своем мнении Инга Пеннер. Для нас, для власти, это исключительно важное мероприятие. Встреча с вами, обсуждение определенных проблем, подведение итогов. Удалось нам достаточно много сделать в этих условиях. Это тоже жилье, которое работает и сегодня, будет работать на долгие-долгие годы вперед. На благо людей те же дороги, это те же детские садики. Куклы, машинки и многое другое. Новогодние мечты воспитанников 117-й коррекционной школы-интерната сбылись. В декабре 2015-го мальчишки и девчонки принимали участие в акции «Елка желаний». Своими руками ребята делали игрушки, а заодно писали письма Деду Морозу. Вместе с новогодним волшебником исполнить детские мечты помогали жители города, депутаты райсоветов и представители городской администрации. Я очень люблю любить. Их написал Дедушке Морозу, что я хочу гончарный круг. Свою помощь что можно делать вообще? Чашки, вазы. Можно кому-то подарить. У любого человека есть желание и не всегда имеется возможность реализовать, как-то помочь. И я думаю, для наших детей, конечно, это очень дорого стоит, когда по возможности школа, друзья помогают в реализации, помогают в исполнении желаний. Сумасшедший дом на сцене Самарского драматического. Театр готовится к премьере «Странная миссис Сэвидж». Историю о «Белой вороне» поставил режиссер Александр Кузин. В главной роли Примадонна Жанна Романенко. Спокойную и размеренную жизнь психиатрической больницы «Тихая гавань» нарушает внезапное гостье, которое меняет мир вокруг себя. По долгу службы в «Тихой гавани» оказалась и Марианна Мирная. За главную тему спектакля молодой актер Герман Загорский ответственно выучил на фортепиано. Играть в четыре руки с народной артисткой России – большая ответственность. Пришлось освоить, а тем более человеку, который не играет, освоить все-таки в четыре руки – это достаточно сложно. И при этом кисти, они же выдают пианистам. Поэтому здесь еще нужно следить не только за тем, насколько правильно ты играешь, но и насколько правильно ты держишь кисть, чтобы на самом деле люди верили в то, что ты пианист. Юмор и провокации актрисы Романенко всегда имеют успех у зрителя. Она виртуозна, за маской баловства скрывает глубинные человеческие эмоции, болевые точки и суть человеческой жизни. В свое сумасшествие миссис Сэвич не верит, да его и нет. Белая ворона – вот диагноз. А вот это озорство, ну, во-первых, оно мне присуще всегда было, но я с ним очень аккуратно. Мне очень приятно было с вами работать, Александр Сергеевич. Потому что… Да уж что? Да. Нет, серьезно. Потому что, во-первых, я себя чувствовала ученицей. Тема психического нездоровья часто встречается в кинематографе и на сцене. Для режиссеров здесь широкое поле для творчества. Александр Кузин и себя причисляет к тем, кто не от мира сего. Говорит, быть не таким, как все – большая удача для человека его профессии. Странные люди. Кто они? Люди, которые сегодня не совпадают с той жизнью, которая на дворе. Они то ли не успевают за ней, то ли идут в разрез с ней, в конфликте с ней. И кто-то называет их ненормальными, кто-то сумасшедшими. Для меня хорошее слово – иные. Несколько десятков лет назад странная миссис Сэвич уже шла на сцене самарского драматического с Верой Ершовой в главной роли. Сегодня у театралов свои герои. Премьера спектакля состоится 16 и 17 января. Мариана Мирная, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова